Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru И давайте в этом видео я расскажу, какая обстановка в Гуа, что тут происходит вообще в 2023 году. Смотрите, в Гуа, ну сразу скажу, Гуа так остается одним из самых недорогих дешевых курортов для отдыха. Россиян для тех, кто не был. Но произошли изменения, особенно это касается курорта Арам, ну пляжного, такого поселочка Арамболь. Если тут кто давно не был, обязательно досмотрите видео до конца, я вам все расскажу. Ну еще вот сразу быстро закроем этот момент. Очень многие спрашивают, ну кто часто-то здесь отдыхает, нет. И вообще за границей, а вот кто-то не ездил никогда или очень давно, и как относятся к русским везде во многих странах, в том числе в Гуа. Замечательно относятся, никаких конфликтов между русскими, украинцами, русскими, казахстанцами нет. Даже часто никто не спрашивает, кто откуда, все нормально общаются. Так же, как я, ну очень много времени провожу, живу там, по делам летаю в Дубае, в Таиланде и в других странах. Все этот вопрос закрыли, думаю, большего касаться не будем. С приятного, все ковидные ограничения отменили. Если вы летите из России, НИП, ЦРТ, ну из Казахстана, Беларуси, Берсу, ВИД, Хуни, сертификаты вакцинации не нужны. Нужно оформить только электронную визу. Если вам нужна электронная виза, обращайтесь к нам, мы делаем электронную визу. Тут еще важный момент, оплата визового сбора не проходит ни с одной банковской карты российской. После весны так же, как и с остальных других. Поэтому, если у вас иностранная банковская карта, можете оформиться самостоятельно, пробовать. Если нет, то обращайтесь либо к нам, либо к другим визовым центрам, кто ее оформляет. Мы уже более 6 лет работаем с Индием, сделаем вам готовую визу под ключ на 30 дней, 1 год или 5 лет на тот срок, на который она вам нужна. Ну так и второй момент следует из этого. После марта 2022 года российские банковские карты в ГУА, так же, как и в Индии, и в других странах не работают. Карты визы и мастер-карт не работают. Поэтому либо нужно использовать UnionPay, Газпромбанк, Россельхозбанк. Работают не везде, в некоторых местах работают, в некоторых не работают. В одном банкомате можно снять, в другом нельзя. Но курс там, например, пока вы снимете, Россельхозбанк возьмет, индийский банкомат, 5-8% вы теряете от биржевого курса, потому что курс обмена ни там, ни там не выгодный. Что использую я? У меня мультивалютная иностранная банковская карта. Если нужна ссылка, как можно оформить эту банковскую карту с доставкой в Россию, то ссылочку на телеграм-канал я вам дам. Также, ну, если вы едете не на долгий срок, можете брать наличные, просто обменяйтесь на личные доллары. Но ехать, если честно, без банковской карты, когда вы, например, не можете, ну, не дай бог, у вас деньги украли, или вы решили задержаться. Кстати, многие здесь задерживаются, едут по туру и остаются дольше, на более долгий срок. И ехать только с одной наличкой я не рекомендую. По форме хотя бы, ну, UnionPay, что ли, оформите российскую. Конечно же, я рекомендую именно иностранные банковские карты, так как они работают везде, по миру, за границей. Можно оплатить Booking, Airbnb, что с российских нельзя, ни Booking, ни Airbnb. Например, иностранные банковские сервисы, ну, просто как раньше, то есть оплатить в магазине, в любом кафе. Поэтому есть возможность, обязательно оформите. Так, поехали, что же здесь еще изменилось? Ну, так вот, какие изменения произошли во время пандемии? Время пандемии индейцы стали развивать внутренний туризм. Внутренний туризм. В принципе, они и раньше ездили, ну, в такие на югу, а очень многие там, Кандайрим, Калангут, что ближе к Панаджо. Так вот, за это время им очень понравился Сарамболь, потому что здесь было дешевое жилье, недорогое жилье. И для них такой расслабленный отдых в недорогих гестхаусах. В общем, туроператоры их стали возить в Арамболь. Теперь, например, на пляж основной Арамболь я даже в этом году ни разу не заходил. Там очень много индийцев. Я всегда иду, например, выхожу на центральный вход, иду влево, где между Мандрамом и Арамболем стоит кафе Фудплайн. Кстати, туда сейчас прогуляюсь, так как там ребята играют в волейбол, я тоже частенько играю. Ну, так вот, помимо индийцев в Арамболь, очень многие блогеры раньше распиарили Арамболь. Типа, здесь дешевое жилье, все хорошо, максимально дешевое жилье, реально, в том году от 8-10 тысяч. Еще и этой осенью цены были за 15 тысяч можно было найти жилье, за 12 тысяч в Арамболе. Но после осени поехали все иностранцы, эти же индийцы никуда не делись из Арамболя. И, насмотревшись, что здесь дешевое жилье блогеров, поехали очень много русскоязычных, русских. Вот у нас даже есть чат, подпишитесь, русскоязычный чат, там задают вопросы, по любым темам общаются. Я в том числе отвечаю другие ребята, кто здесь живет, отдыхает постоянно, регулярно. Ну так вот, в нашем русскоязычном чате на Гуа очень много курортов, там 7-8 на севере, столько же на юге. И половина вопросов, как снять жилье в Арамболе. Как вы думаете, что произошло из-за этого, что все поехали в этот небольшой поселок, огромный спрос, просто цены на жилье выросли кардинально. То, что я снимал в том году за 15 тысяч, сейчас сдается за 30. То, что я за 20 тысяч снимал, 35. Ну вот такие вот. В других местах, что происходит? Например, на юге, просто вернулись цены к допандемийным. В пандемии, в том, ну когда были границы Индии полузакрыты, ездили по бизнес-визам, я в том числе. Цены же ее снизили на 20-30 процентов на аренду жилья. Сейчас они просто вернулись к допандемийным. Там Бинулим, Палалем, я там был, все то же самое. Ну вот эти плюс 20 процентов вернули. Цены такие же, например, 20 тысяч. Можно снять жилье, сильно поискать от 15, но за 20 тысяч вы получите классное жилье на юге. Здесь постоянно свет. Я вот не встречал такого, чтобы там свет выключали хоть раз. Жил долго. Например, в Бинулиме, в Палалеме, да, можно, так как это крайний курорт. Ну, и гораздо более лучшие условия. Новые дороги, где приятно проехать на байке. Новое жилье классное. Кондиционер часто есть. Вай-фай, ну, интернет лучше. А ты, ну, я бы даже сказал, отличный. В том же Бинулим, у меня никогда особо проблем с интернетом не было. Ну, скажем так, хороший. Потому что если я скажу отличный, и вдруг что-то там не будет, вы скажете, ты же сказал отличный видео. Ну, хороший интернет. Так вот, в Арамболе просто цены повысились. Ты можешь за эти 20 тысяч снять с сарай. Ну, такой простенький жилье. Гестхаус, небольшую комнату. Кто раньше был, может снять за 8-10 тысяч. Кто приехал сюда осенью, в сентябре, октябре, так же и снимали. Тысяч за 10. Я нормально снял жилье. Но потом, вот особенно в ноябре-декабре, цены просто резко взвинтили из-за большого количества наплова желающих. Вот я стою в своем доме, вот во дворе дома, я не часто нахожусь дома. Ну, декабрь, январь, ноябрь, каждый день по 2-3 человека. У вас есть комната для съема? У вас есть комната для съема? Конечно же, сыграл свою роль. Сами понимаете, какие события. Опять повторяться не буду. Про это куча других YouTube-каналов и Telegram-каналов есть. Из-за того, что большое количество россиян поехали везде, в том числе и сюда. Но почему-то все поехали именно в Варанголе, подняли здесь цены. Ну, ладно, подняли цены, так еще и народу на дорогах постоянно в какую-то пробку попадешь, то еще куда-то. А на юге я вот катался, жил на юге, катался вообще в удовольствие по новым дорогам, без всяких пробок на байке. Если вам все-таки хотите на север, не знаю, вот все спрашивают, где снять жилье в Варанголе, снимите его в Мандрами. Это от Варанголе 5 минут на байке можно по пляжу дойти. А если, например, вы ходите в кафе Food Planet, кстати, там тоже очень много народу стало русскоязычное, так одинаково идти, что от Варанголе, что от Мандрами. Оно между находится. Там еще Джунас есть и Пипл, мои любимые места, где я обычно бываю. Вот, или Морджам, опять же, просто жилье в Морджаме, оно всегда было там от 20 тысяч, когда в Варанголе от 10. Просто в Морджаме так и осталось от 20 тысяч, только там качество жилья лучше в разы, чем в Варанголе. Есть стиральные машины, супермаркеты недалеко от Сиарима, недалеко от Панаджи, недалеко от Гуамола. Поэтому, если вы на север, то я рекомендую рассмотреть Мандрами, Морджам, Ашвим. Вот даже кто приехал за дешевым жильем в Арамболь, те, например, сейчас живут в Каргау. Это город в 8 километрах от Арамболя, потому что жилье-то дешевое в Арамболе нет за 8-10 тысяч. Ну и не знаю, почему именно с север Гуа. Но тут есть комьюнити. Вот мы, например, играем в волейбол, в пляжный футбол. Вот смотрите, вот здесь мы, например, играем регулярно в пляжный волейбол. Блин, жалко, что у меня полетело колено. Даже проводятся с утра тренировки. То есть каждый найдет в Гуа то, что ему нужно. Кто спорт, кто активный образ жизни. Кому надо йоги, медитации, духовные практики, пожалуйста, приходите в центр Арамболя. Пока ребята играют, давайте нам Алексей что-нибудь скажет. В этом году, привет, всем привет, в этом году оборудовали две волейбольных площадки с черной разметкой, с тросами метра. Вот, игроков очень много, сильные игроки, профессионалы. Так что всех зову сюда, приезжайте. Скажу, это место между Арамболем и Мандровым, кафе Фуд Планет. Вон там классный закат, и Леха пошел играть на поле. А сейчас нам несколько слов скажет Люба. Вообще огромное спасибо Любе, она проводит с утра тренировки. Если честно, даже я стал попадать по мячу и даже иногда забивать. Привет. Ну что, хочу сказать огромное спасибо этому месту. Я приезжаю сюда 11 раз. Наконец-то мы здесь собрали нормальную волейбольную тусовку. Мне даже довелось поделиться своими навыками и опытом в этом году. Ну а вообще мы играем каждый день. Здесь интересно, здесь интересные люди, интересные места, интересные дни. И вообще здесь круто. Приезжайте в Гоа. Конечно, приезжайте. От себя добавлю, что у Любы есть классный инстаграм-канал. Там она проводит онлайн-тренировки, делится. На пляже тоже круто тренироваться. Да, кстати, может показать вам упражнение, которое можно делать на пляже во время поездок. Ссылочка будет под этим видео, так что подписывайтесь. Ладно, давайте мы еще посмотрим, что тут происходит. Разве еще один миф. Многие говорят, что Гоа грязная. Еще как-то, во-первых, если гораздо максимально чисто, это на Южном Гоа. Там даже есть команда, которая убирает пляжи в униформе. Клининг-Бенуллим, например, в Бенуллиме. Но и на пляжах Северных Гоа тоже поставили везде урны. Люди убирают. И опять же, если вам нужны чистые, хорошие места, то подальше от центрального входа. Как вы видите, нигде никакой грязи на пляжах нет. Можно купаться и наслаждаться. Это только белый-белый песочек. Смотрите, вот эти лежаки. Если вы что-то заказываете в местных шеках, так называют кафе на пляже, хоть бутылку пива, хоть стакан сока, можете лежать сколько угодно бесплатно. Как вы видите, очень многие передвигаются на байке. Вот мой байк в том числе. На байках здесь ездить удобнее по таким узким улочкам, чем на машинах. Вот, слышите, вот ненормальный водитель в Арамболе, вот на юге в Бенуллими бы выехал спокойно и поехал. Который всем сигналит подряд. Улочка Мейн Роуд, типичная улочка Арамболь. Например, точно такая же прогулочная улица есть в Бенуллими, только там меньше сигналят. Ездят люди на велосипедах, здесь практически невозможно проехать. И на юге тоже есть Камьюнис. Ну, не такой просто многочисленный, не столько много занятий. Опять же, оно есть и в Морджиме, ребята собираются. Например, в футбол по Иолиме и в волейбол так же, как мы в Арамболе и в Мандрами. Вот, на юге уже есть Камьюнис не такой многочисленный. Вот и все. В остальном, если обычно вы с семьей, с детьми, вам достаточно коммуникации в кругу своей семьи, я вам рекомендую. Езжайте на юг. Вот я вышел с центрального пляжа, где вы на улице можете встретить фриков, татуированных. Также люди занимаются духовными практиками, йогой, медитацией. Ну, много таких, скажем, просветленных. И вот я специально пришел, буквально прошел минут 10 в другое место, где мы играем в волейбол. Просто сейчас у меня болит колено, поэтому я не играю. Поэтому Гуа разный, каждый может найти здесь совершенно то, что ему нужно. Хотите здоровый образ жизни, спорт, пожалуйста, играйте в волейбол, занимайте йогой, купайтесь. Вообще, чем дальше от центрального входа вы уйдете, это касается любого пляжа, тем там будет тише, спокойнее, если вам нужно уединение, какое-то спокойствие, вы не любите слушать громкую музыку и вот эти столпотворения народа. Чтобы не быть голословным, вот я как раз сам уйду с центрального входа, даже поехал на байке в самый конец Геркарвады, чтобы пойти вон туда, где поспокойнее нет вот этой музыки кучи индийцев. Вот вам еще сразу совет, если хотите, например, вы едете небольшое количество времени в выходные здесь, ну, суббота, воскресенье приезжают индийцы, шумные, кричат, но особенно если вот север Гуа, Рамболь, тот же на юге, они спокойнее, цивилизованы. Если у вас есть желание, есть возможность выбрать время, чтобы было больше будних дней и меньше выходных, то выбирайте тур так. На закате очень многие выходят прогуляться вдоль моря, такие прогулочные зоны есть практически на всех пляжах Гуа, никаких ограничений, как в том же Египте, где-то за территорией своего отеля нету. Кто-то бегает, кто-то играет в волейбол, в теннис, занимается йогой на рассвете, на закате. Вот это мне, конечно, в Гуа очень-очень нравится и импонирует. В русскоязычном чате более 2300 человек уже. Там вот ребята давали инструкции, делились советами. Можете задать вопрос, можете поискать поиском в телеграм-канале, подпишитесь на наш русскоязычный чат. Там очень много полезной информации. Я в том числе отвечаю на вопросы тоже. Продолжение следует...